Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Дмитрий, Андрей и Алексей. А невеста у нас Евгения. Иди ко мне, моя девочка любимая. Привет, как я рада. Боже, боже, проходи. Евгения, 41 год. Её появление в программе «Давай поженимся» произвело сильное впечатление на Ларису Гузееву и вызвало большой резонанс среди зрителей. Евгения – портной помеху. Гордится тем, что все её работы сшиты вручную. Мечтает обрести свой дом. Признаётся, что в душе чувствует себя 18-летней девушкой. Евгения сторонится хмурых мужчин, которые не могут найти себе применения в жизни. Отдаст своё сердце смелому порядочному романтику, рядом с которым она почувствует себя защищённой. Ты не права моего сердца. Я так счастлива, что тебя не выбрала ничего, что на ты. Ты можешь мне тоже говорить, мы уже как родные. Я так счастлива, что ты не ушла с тем женихом, что ему варежки не достались. Что в последний момент всё-таки я их выхватила. Потому что мне кажется, что именно сегодня ты найдёшь своё счастье. Евгения, это чудо. Спасибо вам. Я очень рад, что она не уехала с тем женихом, потому что она достойна лучшего. Ну вот, а те варежки, которые я буквально из рук выхватила с жениха, они в целости и сохранности. Я их показываю. Вот они, красавицы, которые они нам сегодня решают судьбу. А что только не писали. И что они какие-то замученные. И что это за мех. Ну, хотели перебить, наверное, мою тапку. Конечно. Ну, конечно, дорогущие варежки-то. А давай напомним, как всё это дело происходило. Здравствуйте, Александр. Я просто в шоке. Не ожидала. Я с вами готова уехать прямо к вам в Ельск. Кошечка моя пришла. Вы извините, я совсем забыла. Я же подарок не подарила и замешкалась. А вы считаете, что стоит ему? Да и мой подарок это время. А я бы не стара дарить подарок ему. Дайте-ка мне эти варежки. Иди сюда. Вот дурочка. Господа, дамы и господа, я устраиваю аукцион. Предлагайте свои цены. Девочке нужна квартира. Вам варежки. Просто я лично передам, подъеду, куда вы скажете. Ты свой аукцион, а я другой аукцион. А я также объявляю на лучшего жениха для такой девушки. Так, первоначальная цена. Ты своему за сколько могу? Ты за 15 тысяч рублей. Первая цена 15 тысяч рублей. Конечно, было огромное количество проходимцев. Но я хочу сказать, что настоящие люди всё-таки откликнулись. Но об этом вы узнаете в конце программы. Всё-таки вы пришли сюда сегодня не за деньгами. Нет. Вы пришли сегодня за любовью. За любовь. Вот и будем искать любовь. За мечтой. Гляньте. Гляньте-ка. Ой, Женька. Правда, ну красавица, умница. Давай вспомним твою историю. Вот такая вот простая Женька. Жила себе, была. Жила. Почему-то в интернате. В детском доме. Ну, так получилось. Папа стал гулять. Мама умерла в 4 года. Ну, в 3 было. Ну, остались мы одни с сестрой. Нас в детский дом отправили. Потом, получается, с детского дома, когда мы закончили, ну, сестру пораньше, она у меня старше, а я в Иваново меня отправили после детского дома. Работать ткачихой. Такой женщине хочется быть рядом. И вот вышла из интерната, сколько было лет? Восемнадцать. А за окном девяностые лихие. И в бандита влюбилась. А в кого еще было влюбляться? Бандит. Ну, хороший был. А знала, что он не свободен? Нет. Ну, когда его жена пришла, я только узнала, что он не свободен. А забеременела до того, как его посадили? Нет, он сидел уже. Ну, получилось, что он сидел, вышел, как у них там говорят, я ж не знала, это на побывку и обратно. А ты залетела-то когда? Между его водопадами? Между, да. Каникулы. Ну, естественно, жизнь носит свои коррективы. Мы предполагаем, Бог располагает. Жень, скажи, он жив? Саша, все время не единственного, но он мне дочь сделал. Скажи, а помогал бы первое время, ну, хоть как-то? Появлялся, помогал? Нет, я сама. Да, вот несчастье матери наследует дочери. Так она так, я так поняла, что быстрее уехала и убежала, чтобы тебе вот эти вот бандиты не достали. Я ушла, я просто ушла из-за дурости. Ну, не то, что из-за дурости. Может, это и правильно я сделала, что ушла вовремя. Взяла ребенка и куда поехала? Никуда. Ну, куда в никуда. Ну, пошла в общежитие сначала, пожила у девчонок, они меня взяли. Потом меня, ну, ребенка забрали, сказали, что полгода пускай у нас... То есть через полгода, пока я не устроюсь, не найду жилье. Так объяснили, что будешь приезжать навещать раз в месяц. Ну, как только появилась возможность, убежала из-за дурости. Женя, а сейчас как у дочери жизнь устроена? Ну, она живет с молодым человеком. Ну, конечно же, мыкается, так как и я тоже. Тоже мыкается? А что, за это время так ничего и не появилось? Нет, она с молодым человеком живет. Нет, а у тебя так ничего и не появилось? Нет. Ну, конечно, нуль умноженный на нуль. Кому мы нужны такие нищеброды? Да. Скажи, пожалуйста, но это ведь было давно, 21 год назад. А за это время такая красавица, стройная. Живая. Были мужчины? Были. И что с ними было не так? Ни разу замуж ведь не вышла? Замуж ни разу. А почему, Жень? Что в тебе было? Они звали? Ну, я думаю, сегодня она встретит того самого, поэтому давайте советуем. Ну вот да. Ничты сбывать. Сильного, мужественного. И чтоб любила ее. И чтоб любила. А ведь есть за что любить? Конечно. Слышишь, у нее нерастраченного сколько? Она у нее и умница, и руководительница. Женя, а себе какого хочется? Сильного. Я очень сильно долго сильность я чувствовала. Теперь хочется быть слабой. Рядом с такой женщиной в красном. Нужно быть только очень надежным. Хорошо, чтобы у него была бы большая семья. Не пугайтесь, если есть дети. Не пугайтесь. Я бы еще добавила, знаете что, и не бойтесь просить. Просите, вы не просите. Вам все время легче давать. Мне легче давать. А просить не умеете. А мужчину как показать, что он мужчина? Он заботиться должен. Поэтому ласково просите. Ничего. Не сможет. 41 год не могла. А что не сможет? Главное, надо начать, чтобы процесс пошел. Надо такого, который сам предложит. Нешуточная борьба развернется. Алексей. Будь уверена. Вы бегали от мужчин до сих пор. Я очень рада, что вы пришли в программу, потому что женщины вашего склада, когда остаются без какой-то помощи со стороны, какой может быть программа, они от мужчин постоянно отстраняются. Я считаю, что сегодня вы должны обязательно раскрыть свои объятия. Не в смысле броситься на шею первому встречному мужчине, но вы должны постараться сделать к ним шаг навстречу, почувствовать, что вас любят, хотят, что вы интересны. Постарайтесь забыть, что вы уникальны. Постарайтесь вот это чувство, что я одна, никто меня не понимает, кому же я нужна где-то оставить в стороне, потому что в этом есть тоже какая-то гордыня. Если вы верующий человек, оставьте эту гордыню где-то в стороне. Я считаю, что счастье в личной жизни тогда и улыбнется. Прямо бегом к первому жениху. Но сначала, я прошу прощения, я сегодня приготовила специальные шарики для того, чтобы мы могли проверить, насколько женихи настроены на вашу волну. И я предлагаю использовать наши замечательные варежки для этого. Варежки хорошие. Вытащите один из шариков. Один. Вытащите один, да. Позвените. Как? Какой тихий звук. Вы выбрали самый тихий шарик. Вот посмотрим. А вы нас сфотографируйте. Иди ко мне, моя девушка. Ты даже какой-то хороший шарик. Извини шариком-то. Он тихо злонится. Ну и посмотрим теперь, насколько женихи действительно готовы с вами на одной волне быть. Нет, уже не садись, милая. А, да, уже прямо. Мы сразу разнакомимся. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Женя. Я очень счастлив, что вы не уехали в этот Ейск. Я тоже счастлив. У нас с вами очень много общего. Я буду за вас бороться. И надеюсь на удачу. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, 46 лет. Сборщик мебели. В прошлом сотрудник правоохранительных органов. Гордится титулом самого честного гаишника Самарской области. Признается, что ему не хватает напористости. Предупреждает, что его избранница не должна пользоваться красной помадой. После развода Дмитрий пытался вернуть любовь жены всеми возможными и невозможными способами. И только спустя 4 года понял, что нужно научиться жить без нее. И отступил. Надеется, что с Евгением у них будет крепкий союз. У меня для вас небольшой сюрприз. Такой красавец мог бы вообще даже и без сюрприза прийти, правда? Мангарин. Ой, люблю. Я абсолютно уверен в своих силах, потому что он мне не соперник. Женечка, я вязать разучился еще в детстве. Но я надеюсь, вы меня научите. Поэтому я вам решил подарить шарф. 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 Тепло. Потому что зима обещает быть холодной. Ёлка. И носочки. Димочка, а сам вязал? Нет, не сам. Я считаю, что он очень подходит ей. Выберите, пожалуйста, себе шарик. Но только прочувствуйте. Он же прямо за варежки, смотри. Включайте интуицию. Нет, варежки достанусь. Варежки в конце. Лучшему. Шарик. Там несколько шариков. Вы можете порыться в них пока. Может быть, какой это окажется у вас. А мы проверим, насколько вы настроены на волну нашей невесты. Давайте я возьму тот, который пониже. Так, давайте. Вот этот. Ну-ка, позвените. Эй. Так. Ну ладно, откладывайте. Интуиция не сработала. Может быть, опыт. Димочка, какими возможными и невозможными способами пытались вернуть жену? Загулявшую. И зачем вам это было нужно? У меня от первого брака ребеночек, как бы сказать, рос без папы. И второго я хотел сам воспитывать и воспитывать хотел. Ну просто держались уже. Да, я хотел эту семью. Скажите, а как узнали, что она изменяет? Ну вот после рождения ребенка, ребенок родился в 2004 году, мы стали строить дом. У нас был магазин. Она свой магазин. В качестве продавца она там работала. Я строил дом. И в какой-то момент, ну она симпатичная девушка, да? И в магазине она там с кем-то познакомилась. С мужчиной. Я приехал один раз домой. Туда, в комнату. Она не знала, да? Вечером. Ну она, конечно, могла предугадать, что я туда приеду, но, видать, не боялась. Отчаянная баба. Да. И вечером они там. Горит свет красный, лампочка. Все, они там. Я захожу. Но они там как? Они там как? Мандарины едят или прямо вот уже даже и не едят их? Да, мандарины. Там с ним дебет с кредитом. Это почтальон зашел в концерт. Не в ладу играет. Ну вот и... Это... Вы понимаете, я же все-таки бывший опер. И... По глазам догадались. Эту машину я видел несколько раз около магазина. И потом сопоставил. И эта же машина была... Не, у нас же она наглая такая, господи боже мой. Да, это дело было во всем. Она же понимала, что вы можете прийти с минуты на минуту. Как это не боялась? Просто, может быть, уже и не дорожила вами, и пошла в обман? Ну, может быть, она уже и решила таким вам вот образом сказать все, Димон, пока у меня новый... Я даже не знаю, почему, женщина, это происходит после рождения ребенка иногда. Потому что вы не строжите свою жену. Да нет, я не говорю, что надо там руками махать и так далее. Жене тоже надо говорить. Я не приветствую супружеские неверности. Лучше разойтись, если нет чувства. Ну, что было-то? А он-то что, как... Он уехал. Мне было не до вот этих разборок, скажем честно, чтобы... Ну, как-то я вот это не понимаю. Нет, а зачем? Ну, у меня было желание потом морду набить. Меня трясло всего. И при ребенке же. Нет, возможно, ведь... Ну, не обязательно же они в этот вечер... А может быть, она не стала оправдываться, потому что не в чем была оправдываться, ничего и не случилось? Ну, прям так... Действительно, я не думаю... Ну, мне кажется, как-то это не повод для развода. Ну, Дим. Это последняя капля. Вы понимаете, Лариса, повод, то есть, развестись, это была ее инициатива, не моя. Так она к нему ушла? У него двое детей, жена беременная. Ну, тогда, мне кажется, это ваша измена чистая. Есть такие мужчины, которые любят... Любят чужих жен, да, это вообще... Леш, а ты вообще как... Я ревнивый, да, во мне чувство соперничества обязательно присутствует. Ну, хорошо, развелись и развелись. Развелись, да. И мы этот месяц прожили до развода. Ну, а съезжать от нее не хотели, потому что некуда было идти? У меня родители там же живут. Скажите, пожалуйста, а чем вы ее не устраивали? Как вы думаете, почему она все время искала вам замену? Мне кажется, не я ее не устраивал, а просто... Такой человек. Баб дурный бывает. Я своей первой жене сказал очень четко, если будет измена супружеская, я не буду выяснять, при каких обстоятельствах это произошло, кто был инициатором. Если это произошло, значит, ты это допустила. Значит, нам надо расставаться, и все. А где вы сейчас живете? Сейчас я живу в Петербурге. А что там есть у вас? Снимаю квартиру. А какие перспективы, Жень? Ну, 46 лет снимать квартиру. Ну, вот видите, я построил дом... Уже даже в 26 как-то? Да, да, я согласен, но я же уехал без прописки, с одной сумкой в Питер, и мне пришлось все начинать с нуля. У меня сейчас есть автомобиль, сейчас вот я... А сколько вы уже в Питере? Пять лет. Послушайте, вы очень внешне монтируете с Женей. Мы два возраста. Да? Одна. Что говоришь? Два бомжа говорят. Да, вы внешне очень друг к другу подходите. Но... Когда Евгения сказала, что кому нужен нищий в рот, вы знаете, у меня тоже такие мысли иногда проскакивали. Но вместе можно многое сделать, потому что самое главное вместе чего-то добиваться. Но это тоже все по-разному. Идея, присутствует гармония. А требования какие-то вы есть к жене? А вы знаете, все требования, которые я слышал в той передаче, и сегодня, они абсолютно подходят мне. Вот, то есть не требования, а то, а что... Скажите, а терпение есть у вас? Потому что Женька своему слову, своим словам, не хозяйка, она может ляпать, мне кажется, вот просто вот так вот, да, потому что вот я такая. Вот любить меня такой плохой. Это есть в ее характере, понимаешь? Вот назло сказать, а потом мучиться, зачем, сказать, для чего. Потому что босячка детдомовская, понимаете? Никто вот этим лязь-масес, кружевам, как вас, мужиков, охмурять, никто не научил. Она, надо бы немножко, бесхитростная вот такая сидит, красавец, гордая, понимаете? Ася Хромоножка. Так он же к ней пришел, Ларис. Это уже факт. Факт. Вот, а чтобы не загобинилась. Я считаю, что жене лучше не работать, заниматься очагом семейным, детьми, а мужу заниматься добычей средств. Жень, по традиции я должна тебе предложить три бонуса, но по известной причине я этого делать не буду, потому что все твои бонусы впереди. Даже здесь уж, пожалуйста. Спасибо. А вы сюрприз нам пока покажите. Мне надо подготовиться. Вы подготовьтесь, пожалуйста. А ну пока ваши подарочки. Шоколад любишь? А мне дайте конфетку какую-нибудь. Томимся в ожидании. Очень-очень интересно. Нет, нормально. Мне кажется, что он... Он что-то лучше выглядит, какой-то приятный, да? Потому что все равно койку-то никто не отменял. Не, ну так всегда. У него такое телочка такое приятненькое. Что-то все про тело. Есть такая фраза, приличный человек. Нет, я уже про приличный рассказала. Да. И говорить кому-то, мои глазочки по утрам, мои губочки. К новому году программа «Давай поженикся» превращается в женский клуб по эротическим интересам. Послушай, ты такой конжент стал, была бы когда. А после родов просто... Нет, Лариса, теперь просто у нее другие интересы. У нее вот дитя, мы не можем с ней поговорить. Я уже еще и не бабка, ты еще далеко, и еще не скоро будешь. Вот, у нас нет общей реальности, понимаешь? Да, и вот тяжелее. Нам с Лариской как раз про тело, а тебе вот как поел. Кстати, как поел? Все хорошо? Да. Малой-то? Да. Тонуса нет там у тебя, у него? Ой, слушай, Рост, с тобой интересно, ты можешь поддерживать. Правильный разговор. Я уже бабки готовлюсь. Опа! Так, Новый год на носу. Кого бы нам остановить? Так, 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 вот машина едет. Стойте, девушка. Вы что-то больно быстро едете. Наверное, торопитесь к своей мечте. Попрошу ко мне подойти. Давай, Жень. Девушка в красном. Девушка мечта. Давай, я подержу. Ой, как мне все нравится. Очень необычно. Да, интересный сюрприз. Самое главное, Женечка, вы не беспокойтесь. Я не настоящий гаечник, я новогодний гаечник. Я уже боюсь. Поэтому у нас будет сегодня вечер сюрпризов. И этот жезл, он волшебный. Под Новый год мечты должны сбываться. И мы постараемся с вами, чтобы это произошло. Давайте вместе взмахнем жезлом и... Желание только загадай. Загадаем желание. Желание? Волшебный жезл. Ты меня смущаешь, сестра. Почему? Сестра, ты меня смущаешь. Чтобы у вас все было. Я представляю, что под Новый год в Москве все гаишники что-то... Постойте, постойте. Подожди, открывай глаза. Подожди. О, какая прелесть. Ой, Боже мой, какая обезьяночка. Она дрожит. Новый год это символ Нового года. Это обезьянка. И чтобы желания наши сбылись, которые мы с тобой загадали, надо ее задобрить. Надо ее покормить. Конфеткой? Вот возьми виноградку. Надо ее покормить. Ой! Это маленькая роза. Блин, смотрите, какая она прелестная. Какая у нас обезьяночка. Кази вот сюда с обезьяночкой. Я вас сфотографирую. Ой, Боже мой, мои вы сладкие. Лосик, ты какая-то продвинутая стала вообще. Давай сюда, мы желание закатаем. А как зовут эту розу? Нет, ну это невозможно. Тюнчик, тюнчик. Я такая хорошая, а я закатываю желание. Желание, желание. Что она любит кушать? Виноградик, бананчики. Ты мне потом сбросишь? Ага, сейчас прям, за рубль. Ладно, я закатала. Ой, ты глушишься, как в последний раз-то. А ты не хочешь загадать желание? А вдруг я столько грешу на этой программе, вот превращусь в такую мартышку. Я даже смотрю просто в жадную. Вот я так ем все время на программе. И буду так же помячить, видимо, здесь я. Ты не превратишься. Я нет по обещанию розы. Спасибо большое. А не хочешь загадать? Это невозможно. Хочу загадать, но мне даже посмотреть на нее просто приятно было. И мне тоже. Хорошенькая. Я такого наслаждения не получала. Мои силы, да? Да, по-четыре. Ладно, не, не, неси ее. Ты посмотри, а какая она прикидывается. Она же еще и кожурку снимает, да? Она же только мякоть выедает. Ой, Жужа. Отличный сюрприз. Понравился жених ведь, правда? Роза, а тебе? Креативненький, правильно. Мне нравится. Порядочный. Да, вот. И я даже вот дома так, представляешь, грустно станет. Он так форму оденет. Ой, сразу весело станет. Приятный, приятнейший просто. И могу сказать, что гороскопически это человек, который лишен большого количества внутренних терзаний, метаний, мучений. Немножко занудноват, как все мужчины знака девы. Но как жена девы скажу, что это занудство хорошее. Чуча, тебе понравилось, Женя? Немножко занудноват, как все мужчины знака девы. Ну, она съела ее виноградинку, значит, понравилось. Иди, родная, знакомься со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгения. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я хочу вам пожелать, Новый год наступает. И чтобы ваши желания сбылись. Все, которые не сбывались до сих пор. С наилучшими пожеланиями. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей. 47 лет. Капитан дальнего плавания. Занимается благотворительностью. Гордится тем, что получил права шкипера. Мечтает подняться на гору Белуха и побывать на Байкале. Предупреждает, что уже 24 года не ест мясо. Супруга Андрея наслаждалась статусом капитанской жены ровно до тех пор, пока его звание подкреплялось деньгами. Надеется, что Евгения будет с ним рядом и в горе, и в радости. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей. А мне кажется, рядом с вами можно наслаждаться любым статусом, даже статусом женщины, которые вы походе одарили заинтересованным взглядом. Правда, девчонки? АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу вам преподнести... А таких статусных женщин-то много у вас? Ээээ... Немного. Немного. Давайте обезьян. Это вам символ Нового года. Ой, какие мартыши. Просто мартыши. Своей лучшим пожеланием. Год моего сына. Говорит... Вообще, год обезьяны наступит в этом году только в феврале. Но все равно символически... Говорит, самый сексуальный знак обезьяны для мужчины. Да. Вы не обезьяна, случайно? Я обезьяна. Обезьяна уже была живая, поэтому игрушечными... Да, уже никого не удивишь. Скажите, а вот так капитану дальнего плавания легко или сложно найти любимую женщину, которая будет ждать? Потому что во всех анекдотах все мечты сводятся к тому, что слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания. А еще говорят, что у них в каждом порту любимые женщины. Ну, вот это, скорее всего, придумали женщины неверные, что у моряков в каждом порту есть зазнобы. У вас нет? Не такой? Нет. Женаты были? Был дважды. Ждали вас? Ждали, но не все и не всегда. Сколько детей? Один, сын. От первого, второй? От первого брака. С первой почему расстались? Ну, она ушла к другому. Не дождалась? Ну, получается так, что не дождалась. Страдали? Очень. Ну, года три, наверное, приходил в себя. А вторая жена? Вторая жена – это такой необычный случай у нас. Списались в соцсетях и разговорились, разоткровенничались. И оказалось, что мы оба в школе любили друг друга. Тайно друг от друга. Да, только вам уже было 42 года, как вы вспомнили-то эту любовь. Да, и нет, это она меня нашла, кстати. Это ее была инициатива. Ну, и вот на юношеской, детской любви вспыхнуло чувство. Что вот женщинам не хватает? Человек работает в плавании. Не дождалась. Слушайте, она надевала школьную форму. Пионерский галстук перед вами, нет? Чтобы на пять туда же. Что я такого сказала? Ну, она могла бы сказать, давай, Андрюх, вспомним детство, вот когда у нас не получилось. Да-да-да, да-да. Открывает дверь, и она там в парточке с бантиками. Пионерский галстук. Да, мы много вспоминали школьных событий. Это было. И поженились, да? И поженились, да. И сколько прожили? Два года. А географически было сложно? Она жила в Мурманске? Да, я в Петербурге, она в Мурманске жила. И развела вас география? Ну, там не только география. Потому что в Мурманск не налетаешься? Нет, ну, она ко мне приезжала, и я в Мурманск. Ну, что это за брак? Ну, скажите. Ларис, брак, кстати, был неплохой. Чего молчишь-то, жених? Там как получилось? Он же капитан дальнего плавания. Походил, пришел, у него три-четыре. Сколько у вас там отпуск? Три-четыре месяца, да. Он и на Бали? Да. Нет, на Канару мы ездили. Скажите, а с финансами как было? Пока было все хорошо, она и говорила. С финансами, да. Поначалу было все хорошо, мы много путешествовали. Потом был период, когда я искал работу. А она в это время искала нового мужа, да? Нет. Или бывшего нового одноклассника? Отнюдь. Она очень положительная девушка, строгих правил. Только через два года она вам предложила развестись? Такая вот правильная, которая вас же сбила с толку? Ну, она решила, что наш брак был... Исчерпан. Пожалуй. Леша, я думаю, что твое самое главное преимущество перед двумя другими конкурентами – это молодость. А вот вопрос, Андрюшенька. Вы вроде бы на такого мужчину, который не ест вообще мясо, ну, не похожи. А вы почему 24 года мясо? Ну, бычок тоже мясо не ест, а траву и здоров. Да. А что вас вот так вот подтолкнуло? Не хочу быть причастным косвенно к убиению животных. Скажите, а рыба, птица? Птица нет, а рыба иногда только свежая, в океане выловленная. А что вы тогда едите-то? Белок откуда черпаете? Бобовы? Белка полно, да, в обовых, в орехах, в яйцах, в молочных продуктах. И что вам готовить, что молочный суп? А вот у нас тоже, видите, такая жердяйкина сидит. 35 килограмм веса. А ты мясо тоже ест. Ну, я ем курицу-то, я ем. Надо все кушать, только в меру. Нравится ведь вам, правда, наша Женька? Иначе бы не приехали. Да, симпатично. Посмотри, уже все варежки изъюзала. Уже дай ты, пусть вытащит пока. Они уже будут как секонд-хенд. Ну-ка, позвоните. Ну что, этот как звенит? Опять не та волна. Нет, не то. Хотя вообще говорят, что у моряков хорошая интуиция. За интуицию отвечает планета Нептун, и он же покровитель морей, как вы сами понимаете. И обычно те люди, которые к морским профессиям причастны, обладают интуицией хорошей. Но то, что сегодня не получилось, может, это волнение. А вот это сердечко не Женьке? Это Женье. А что же не дадите ей? А домик, да? И домик. И домик, Женьке. Два твоих конкурента общаются только с ведущими. Показывайте сюрприз. Ух ты! Евгения, прошу вас. Я моряочка. Я приглашаю вас на борт корабля. Спасибо. И на правах капитана. Хочу посвятить вас в дальние мореходы. И в этом бокале не шампанское, а морская вода. Ее нужно выпить, для того, чтобы стать мореходом. Не пей. Но так как Новый год, еще и можно загадать желание. Загадаем. Давай, давай. Покажи пример. АПЛОДИСМЕНТЫ Вкусная вода. Ну, теперь, так как это корабль, Новый год, желание обязательно сбудется. И желание обязательно должно быть такое же большое, как океан. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. Возвращайся к нам, Женечка. А вы в свою комнату, Андрюш. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, девчонки, но это нужно быть последними, чтобы сказать, что он нехорош. Сказка. Правда? Сказка сказала Женька? Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ Классный мужик. И загрустила. АПЛОДИСМЕНТЫ Классно. АПЛОДИСМЕНТЫ А загрустила, потому что в себе не уверена, потому что думает, что, ну, такой-то уж точно не твой, да? Зря пришел с тебя бороться. Ну, хватит уже. Ну, надо немножко поверить. Поверь, красавица. И это я тебе говорю. Я в женской красоте разбираюсь. Носик такой, просто чудный, вздернутый, такой тип лица. Да и жених тоже, голубые глаза цветом моря, выправка морская. Да, но про жениха я вообще не говорю ничего. Ой, Андрюха, конечно, отогреет, отлюбит. Другой вопрос, даже где в хороших условиях это можно сделать. Но вот Жень, это он вопрос, он какой-то сытый. Ну, это хорошо, что он сытый, в общем-то. А потом, раз, и нет его. Послушай, нет. И что делать будем? А вся его жизнь и история говорит о том, что он как раз не гуленый. Естественно, я не гуленый. Да и даже если бы я был гуленый, каким образом в море с дельфинами я гулять буду? Капитан дальнего плавания звучит скорее как издевка, если мы говорим о вопросе верности. Да, и для женщин, и для мужчин ходят анекдоты, ходят всякие истории. Он верный, посмотри, у него руки, он в кровь стертые. Но этого я не заметила. Потому что все время у руля. Все время у руля. Но я заметила. Что же вы смеетесь. Козерожью Венеру в хорошем аспекте с Марсом. Он действительно страстный, действительно любящий. Иногда впадает в депрессию или погружается в себя. Но, кстати говоря, его же профессия лучше лекарства от этой депрессии. С третьим женихом Бибом. Алексей, 37 лет. Ветеринарный врач-хирург. Гордится тем, что спас жизнь собаки с тяжелой травмой. Мечтает жить на острове Бали. Признается, что по ночам ест сгущенку, а днем громко поет песни Цоя. Чтобы завоевать расположение отца своей возлюбленной, Алексей был вынужден жениться на ней. Но спустя пять лет брака понял, что зря забрал ее из семейного гнезда. Надеется, что с Евгением у них все получится. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, давай. Милен дам. Молодец, угадал. Мне кажется, у Евгения уже был такой, от которого она ребенка родила. Скажите, а что, отец не верил в серьезность ваших намерений по отношению к его дочери, поэтому вы женились на ней, чтобы доказать папе, что вы не просто так... Я думал, что момент супружества может каким-то образом изменить его отношение к моей персоне. А она была разведенка или вне брака ребенка родила? Вне брака ребенка родила. Он вместо того, чтобы вам ноги мыть и воду пить, сказать, спасибо, грех прикрыл дочери, он еще вам кровушку выпивал. Так сложилось. А что Юлия с Татьяной? Они вам кто? Это мои двоюродные сестры. А, ладно, тогда сидите. Хорошо, и так. И так, значит, вы женились, пять лет мучения было? Ну, я бы не сказал, что им пять лет были именно мучения. Вначале, вначале, гормоны, страсть, вроде как бы супер. Общего ребеночка не нажили? Почему? Нет, к сожалению, нет, но она не хотела от меня беременеть. Не знаю, что у нее на уме. Потом у вас умерла мама, вы впали в депрессию, она была рядом с вами? Да, потом у меня умерла мама, я впал в огромную депрессию, ну и огромное, наверное, все-таки спасибо. Она была с вами рядом, помогала? Да, она была в этот момент со мной, она меня поддержала очень сильно. Она поддержала меня в тот момент, когда даже в деревню уехали с города. Зачем? В самую глухую. Ну, мне нужно было занять свое время, дабы отвлечься, ну, потому что это был самый сильный удар в моей жизни, на самом деле. А чем вы занимали-то? В деревне? Да. Ветеринарный доктор, ветеринарный. А давайте посмотрим. Давайте. Как красавица к нам пришла на прививку. Велико. Иди ко мне, не бойся. Не бойся, чудо. Вот к нам пришла собака на УЗИ. Сейчас посмотри. Ты моя хорошая. Ну ты чего? Чего ты? Не страшно? Совсем не страшно? Молодец. Ты классный. Ты классный. А собака, которая с кошками живет, она может думать, что она тоже кошка? Мы поставили, откровенно говоря, в тупик этим вопросом. У меня моя думает, что кошка. Не укрес? Нет. Облизывай ты. Профессия необычная, не очень нужная. Вам 37 лет, детей у вас нет? Нет. Живете сейчас в Подмосковье? Живу в Подмосковье. Работаете? Квартира есть? Квартиру снимаю, нет. Пока нет. А 4 года разницы в возрасте вас никак не пугает? Я не думаю. Ну вы, наверное, детей своих хотите? Женька не родит. Обсуждаемо. Что значит обсуждаемо? Нет. Это не обсуждаемо. Вам 37 лет, и вы наверняка хотите продолжения. Сестрички вот кивают головой. Это как раз вопрос принципиальный, один из краеугольных. Принципиальный. Все теряет смысл, если не решить этот вопрос. Не обязательно. То есть вы можете без детей прожить спокойно? У Жени дочка взрослая, у меня сын взрослый, второй маленький. Я думаю, надо заняться их воспитанием. А по поводу детей, ну не знаю, у меня тетка родила в 44. Хорошо. А по поводу сюрприза? А по поводу сюрприза в свою песню? Давайте. А до песни интуиции. Вам нужно вытащить шарик, один из тех, который есть в перчатках, любой на свое усмотрение. В варежках. Прошу прощения. Один из тех. Давайте. А давайте, можете вынуть верхний и вытащить нижний. Не трясите. Ну не интуиция у нас уже не сработала. Опять не та волна. Что? Нет, не та? Наша тихая, ваша громкая. Слушайте, ну из-за шариков жизнь свою ставить под вопрос. Пульте идите. Я напою тебя небесным молоком из семизвездного ковша. И пена музыки воздушных облаков польется через край. Причал нигде и лодки и облака начнут свой путь. Из ниоткуда в никуда. На Новый год Амур принесет. Любви хоровод напомнит полет. Спасибо большое. А может быть, я вас зря отговариваю, может быть, вам хочется ребенка? Правда, еще есть время? Нет, я не готова. Я еще сама ребенок, мне кажется, так. Вот. Это зря я сейчас сказала, что сама ребенок. Да, она в душе это хочет, как ребенок, чтобы приласкали. Наконец, за нее кто-то ответственность взял там. Очень надеюсь, что ты понравился, что ты произвел впечатление. Ну что, будем его обсуждать или молодой? А вообще, кто он? Хирург. Нет, хирург семьи. Да, понятно. А нет, что у него вообще? У него квартира в Саратове здесь снимает. Планы у него, планы. Живет в городе Истра, реализуется здесь. А, в Истре. Да. Хорошая, кстати, профессия, денежная. Потом сестрица, видите, какую хорошую нам хачапур принесла. Да, ну, голодная не будет. Ну, давайте не будем уже изображать. Конечно, мы все думаем об Андрее, о этом капитане голубоглазом. Что мы сейчас будем сидеть в вечерное время? Может быть, это ты думаешь по поводу. Я думаю его в связи с Женькой. А я, да, да, Дмитрия думаю. Да? Я тоже, да, Дмитрия. А ты, лава, о ком, девчонки? Я Дмитрию больше склоняюсь. Мне кажется, Дмитрий вот прямо о том, что надо. Мы с Женей очень похожи. Много общего. Очень много общего. Ну, кто? О, пряничное сердце так. Ну, ладно, я Дмитрию предпочтение все это. Да? Оно более заземленное, то есть для меня. Да, в остальное воздушное. Да? А потом, как говорится, если твой муж дружит с мозгами, тогда и за его стену не страшно это. Вот вы буйки мозг, а он стена. Все оно у вас сложится. Но Дима лучше. Для нее. А вот я бы не была так уверена. С одной стороны, Дмитрий, вообще все женихи сегодня достойны. Но действительно, я Алексея не рассматривала бы с той точки зрения, как раз, что детей вы не хотите, а ему через какое-то время может захотеться. Да, действительно. С земной мужчиной Дмитрий вам подошел бы неплохо. Но ему сложно будет выдержать рядом женщину замороженную, ту, которая не выдает большого количества эмоций. А вот как раз Андрей, капитан дальнего плавания, человек, который способен рядом видеть, как достойную спутницу, именно серьезную, такую немножко снежную королеву, то, что в вас присутствует. Мне все-таки кажется, что Женя сделает правильный выбор и зайдет в мою комнату. Женечка, чтобы принять решение с холодной головой, я предлагаю тебе взять паузу, а у нас для тебя сюрприз. Дай волшебные варочки. Это волшебные варежки, а ты необыкновенная девушка. В тебе есть то, и нет того, что я в людях ненавижу. В тебе нет грамма фальши. Ты такая настоящая, такая искренняя, такая хорошая, и на такую хорошую тебя откликнулось огромное количество людей. Поэтому я прошу сейчас выйти к нам. Тех, кто откликнулся на Женю. Здравствуйте. Нас зовут Слава и Милана Трубачева. Мы приехали специально на программу из Вологодской области, славного города Череповец, чтобы поздравить всех с таким чудесным праздником, с наступлением Нового года. Это волшебный праздник на самом деле. И также мы хотим тоже маленький такой вклад, такое волшебство внести нашей героине замечательной. И положить маленький сюрприз. Спасибо. Я увидела пост в инстаграме Ларисы еще до выхода программы с Женечкой, и, как любой нормальный человек, конечно, не могла остаться равнодушной. И всегда девочкам есть на что потратить деньги, но Жене они однозначно нужнее сейчас. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Захара, это моя принцесса Шаганы. У нас получилась предновогодняя такая история. У меня подруга в Нью-Йорке, она большая поклонница передачи «Давай поженимся». И вот она увидела в инстаграме вашу вот этот аукцион, информацию об аукционе, и сразу меня попросила, что, чтобы я представила ее интересы, пришла на передачу, и от ее имени помогла Жене. Спасибо. Зовут ее Тамара. Мою подругу зовут Тамара. Это Тамарочка, да? Это Тамара, да. Она из Нью-Йорка звонит? Она из Нью-Йорка звонит. А-а-а. Здравствуйте, Тамара, вы нас слышите? Здравствуйте, да, я вас слышу. Где вы сейчас находитесь? В парке Тангилово. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись. Спасибо. Да, мне очень приятно помочь, и плюс сюрприз я для своей мамы сделаю. Очень приятно. Какой сюрприз? Варю. Привет, Лебеда. Вы красавица, и у вас красивое, огромное, доброе сердце. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья. С Новым годом. У нас есть еще один выход в скайп с Ангелиной из Калифорнии, у которой для вас есть очень интересное предложение. Для тебя, Женя. Для меня? Да. Который решит твои проблемы. Здравствуй, Ангелина. Добрый вечер, Москва. Я очень рада вас всех видеть. Вас, дорогие ведущие. Смотрю вашу передачу. Очень вы мне нравитесь. У нас есть замечательная традиция. На Рождество мы делаем подарок незнакомому человеку. Поэтому, дорогая Женя, я хочу предложить тебе не только финансы, но я хочу предложить тебе самое важное. Это дружбу, отношения, которые я очень ценю. И, конечно, я готова пригласить тебя в Америку, сделать для тебя тур. У меня есть замечательные друзья, состоятельные, которые готовы тебя оплатить. Я буду очень рада тебе всем, чем возможно помочь для тебя. Спасибо, Ангелина. Дай бог тебе здоровья. Спасибо. С Новым годом, дорогая. Всегда ждем в гости и всегда будем рады. А ты вообще загорись-то, была хоть раз. Вот, мать, съездишь, посмотришь. Правда, живут хорошо. Новый год мечты сбываются. Женька, я тебе тоже хочу подарить на память и на удачу. Передай, пожалуйста. Иди сюда. Да сама я одень ей прямо на это. Иди, подойди. Надень ты. Потому что у меня трясутся руки. Женечка. А у меня не трясутся они, что ли? Счастья тебе, дорогая моя. Спасибо большое, Лариса. Давай, Женюль. Это от всех нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе. Ну, Лариса. Дорогая моя, поскольку я отменила аукцион, я считаю, будет честным вот эти варежки, которые ты сделала своими руками, подарить вот этим бескорыстным, прекрасным, милосердным, добрым. Добрым. Самое главное, добрым. Людям. Подходите и забирайте варежки, и забирайте эти. Передавайте подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Подари бабуле, мамочке. Иди, дорогая. Забирайте. А самые главные варежки кому достанутся сегодня? А вот она повезет Ангелиночке. А тебя пригласила. Ангелиночке в Америку, правильно, передай. Шарчик мой все равно висит. В общем, ты у нас уже невеста завидная. Пожалуйста, иди за женихом. Мы любой твой выбор одобрим и будем на твоей стороне. Удачи тебе. Мне бы не перепутать комнаты. А ли кому падешь? Смотри, первый жених, второй и третий. Идет Женя. Леш, ну подожди, Надежда висит в последнее. Конечно. У кого самооценка занижена? Я не понял. Я не сказал про самооценку. Я сказал про гормональный фон. У него гон гормональный, говорили. Я сказал про гормональный. У него огромный гормональный фон. Правильно. Востребованный причем. О глазах лазурных облака, только мне не говори пока. Я предлагаю всем выйти и поддержать Евгению. Здрасте. Я очень рад. Отвечаю. Мне кажется, с тобой у нас очень много общего. У нас ответ получится. Надеюсь, 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 надеюсь. Это точно. Даже не надо надеяться. Вот такая у нас сегодня прекрасная пара Евгения и Дмитрий. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи, счастливо, счастливо за вас. Спасибо.